Я хочу сегодня проповедовать о чем-то важном, о чем-то главном, больше, чем материальные ценности, больше, чем рождественские подарки, больше, чем то, в чем мы нуждаемся в ежедневной жизни, в смысле пища или одежда. Я хочу говорить об Иисусе. Я хочу говорить о поиске Господа. И это самое важное, это самое стоящее в нашей жизни. И события Рождества, они показывают нам картину поиска Бога. Они не только показывают нам картину Его рождения, что очень потрясающе, потому что, как я сказал сегодня в начале собрания, Господь родился не в квартире, пусть даже в бедной квартире. Он не родился в доме, пусть даже бедном или среднего достатка, и, конечно же, не в дворце. Мы тронуты той любовью и тем смирением к человечеству, что Он пришел прямо в бедные ясли. То есть Его акт милосердия, Его акт любви проявлялся в том, что Он пришел туда, где были самые бедные люди, и пришел туда, где фактически людей не должно было быть, то есть где Ему не было места. Пришел в ясли, простите, в городе не было места, вернее сказать, в гостинице не было места. И Он оказался там в таких непонятных условиях. Но это выражало сердце Бога, Его любовь к каждому человеку, к самому бедному. И если кто-то из вас не имеет сегодня дома, то знайте, что у Иисуса Христа определенное время не было дома. Был отрезок Его жизни. Если кто-то из вас не имеет собственной квартиры, знайте, что у Иисуса не было в какое-то время собственного жилья. Это должно ободрять нас. Когда мы смотрим на Иисуса, мы находим все ответы, друзья. Действительно, все ответы. Рано или поздно мы найдем ответы. Когда у кого-то не хватало, чтобы, может быть, и мебели, или что-то там, никакой не было мебели, кроме кормушки для скота. Это стало мебелью. То есть маленькая кормушка, которую застелили соломой и спеленали. Иисуса положили. Вот эта картина. Это картина величайшего смирения. Кто бы из нас согласился, чтобы его ребенок был рожден в таких условиях? Я думаю, если бы у нас был выбор, мы бы настояли бы на этом. Мы бы настояли бы, сказали, нет, вот только не это. Какие там условия, нет санитарии. Знаете, как же так? Но Бог был смиренным. Он был согласен. И Мария, и Иосиф были смиренными. У них не было выхода. Они оказались в той ситуации, потому что просто не было выхода. Бог иногда приводит тебя в определенные ситуации. У тебя нет выбора. У тебя есть одно. Вот смириться с тем, что в данный момент происходит, и вдруг из этого появляется слава. Вдруг Христос проявляет свое присутствие. Христос рождается в этой ситуации. Господь приходит. Я ободряю вас. Все, кто имеет какие-либо нужды, ободрить, что Иисус прошел через это. Он прошел через это. И в Рождестве были ясли, было убогое место. В Рождестве было скитание, потому что они скитались. Они путешествовали в Вифлеем, чтобы попасть на перепись. Это был приказ. Это был приказ. И тогда цари были, знаете, очень строгими. И до сих пор еще где-то в мире сохраняется диктатура. Это был приказ. Человек в положении, человек болен или ограничен в передвижении. Он должен прийти, и он должен записаться в перепись там, где он родился, в своем родстве. Он должен туда вернуться. Он должен подтвердить свое место жительства и так далее. Потому что собирали налоги с каждой семьи. Люди должны были быть на учете. И вот кроме этого всего было что-то чудесное. Рождество принесло славу, радость. Потому что ангелы пели, когда был он рожден. Это была радость, которая возвещалась всем и пастухам, бедным пастухам. И Господь пришел к ним. Вы знаете, что израильтяне, они в основном занимались овцеводством. Потом они занимались земледелием. Когда они жили в Египте, ведь их использовали на тяжелых работах. У них не было своих огородов, полей, там, знаете. А они были рабами. И поэтому что они могли делать? Они могли ловить рыбу в реке Нил. Поэтому они даром ели рыбу, как они потом роптали. Они также могли питаться овощами, чесноком. Потому что рабов обеспечивали бесплатно чесноком. Чтобы они не болели, была рабочая сила. И они вспоминали мясо, конечно. Они питались. Но они были живая, рабочая сила. Но у них не было своих земель. Сначала было у Иосифа братьев лучшие земли, но они, многие, оставались овцеводами. То есть их призвание было пасти овец. И когда братья Иосифа пришли в Египет, вы знаете, Иосиф спрашивал, вернее, простите, фараон спрашивал. Фараон спросил, какое ваше занятие? Они сказали, мы овцеводы. И для египтян это была как раз мерзость. То есть они презирали это. Возможно, их мудрость была в строительстве пирамид. Возможно, их успех был в земледелии, потому что у них была река Нил. И было большое орошение. У них были каналы водные, которые простирались на их поля. И как-то к овцеводству они относились с презрением. Но Бог избрал Давида от стада овец. Он имел в Давиде сердце пастуха, сердце овцевода, который заботился об овцах. И он говорит, я взял тебя от стада овец и сделал вождем народа своего. И Господь здесь явился пастухам. То есть их изначально дело, дело Авраама, Исаака и Иакова, они были овцеводами. Они распространялись стадами. Вот им явился Господь. И там была радость. Там был мир. Там были ангелы, потому что мир, Бог их успокоил. Они испугались, потому что ангелы пришли и все. Ангелы, Божьи посланники, мы грешные люди. Бог опустился на землю в виде ангелов. Нам ничто иное, как грозит наказание или смерть. Но ангелы сказали, не бойтесь. Это радостная весть. Мы возвещаем вам великую радость. Поэтому они получили радость. Рождество – это радость. Рождество – это покой. Может быть, не всегда сразу, но это все равно приходит покой. И люди стремятся к покою. В этом мире многие возвращаются на свою родину, стремятся быть в общении с родителями, собираются вместе, чтобы встретить Рождество, те, у кого есть возможность. Но Рождество – это не только это. Рождество – это были, конечно же, и волхвы. И если забегать вперед, да, это были подарки, причем дорогие подарки. Но Рождество – это было что-то большее. Это был поиск Господа, Мессии, и те, кто искали Его, нашли Мессию. То есть люди нашли самое важное, самое главное. И поэтому, если говорить о волхвах, как они шли большой церемонии, большой процессии, они пришли по человеческому рассуждению в Иерусалим, потому что звезда над Израилем, Иерусалим – столица, где же может быть еще царь, но они там не нашли царя. Часто мы можем не найти Бога там, где мы Его ищем, по человеческому понятию. То есть некоторые могут искать Бога совершенно не в правильном месте или искать свое счастье, искать свое благословение. Кто-то ищет в деньгах, кто-то ищет в человеческой славе, кто-то ищет среди великих этого мира, кто-то ищет, может быть, среди, не знаю, людей, которые могли бы, может быть, осогреть их любовью, помочь им, защитить им их. Но это счастье, это благословение, оно оказалось совсем в другом месте. Оно во Иисусе Христе. И оно находилось в другом месте, чем мы предполагали. Поэтому мы должны это всегда помнить, что иногда Бог действует совсем не там, где мы ожидаем. И Он сделает то, что мы даже не думаем. Потому что Господь таков, Он удивительный. Он сказал однажды, что «я в Израиле не нашел такой веры, как в этом сотнике», то есть в языческом римском офицере. То есть Бог проявился очень сильно. Он говорит «я не нашел такой веры даже в Израиле». Это вера, которая говорила «только слово, скажи, Господь, все, только слово, даже не надо идти ко мне в дом, я не достоин. Скажи «только слово».» Это была вера, потому что до этого они все слышали, как Иисус возлагал руки. А здесь Он говорит «только слово, и мой слуга исцелится». И Он говорит «слышите», Он говорит «и в Израиле не нашел я такой веры». И поэтому мы видим всякие неординарные ситуации, кто нашел Господа. Пришла несчастная, грешная женщина, которую все презирали, а может быть многие или большинство. Но она нашла свободу у ног Иисуса Христа. Она нашла это. И Господь, вопреки некоторым рассуждениям, Он сказал совершенно другое. Он сказал «иди в мире, иди, и прощаются тебе грехи твоих». И кто много любит, тому много прощается. И кому мало прощается, тот мало любит. То есть тот мало любит Господа или мало прощает других. И всякие необычные ситуации пришли с Иисусом. И вот мы говорим сейчас о поиске самого главного. Что мы ищем в Рождестве? К чему Бог призывает нас? Что мы можем получить, если мы ищем самое главное? Итак, волхвы, они искали царя. Это был правильный поиск. И удивительно, что Господь сказал такие потрясающие слова. Он сказал Матфея, 7 глава, 7 стих, и Луки, 9, 11 глава, кажется, 9 стих или дальше. Но Матфея 7, 7 точно сказано, что «Ищите и найдете, простите, и дано будет вам. Стучите и вам оттворят». И вот мы видим, что что искали мудрецы? Они искали Господа. И когда они искали Его, они сначала немножко заблудились, пришли не в то место. Это бывает. Потом они услышали, что в Вифлееме Господь должен родиться. Вместе с царем они услышали это от мудрецов и волхвов. Они пошли в Вифлеем. И вдруг звезда, которую они видели на востоке, она шла прямо перед ними. И они были тщательно в этом поиске. Я думаю, что они шли месяцы. Пешком путешествовать. Вы знаете, что верблюды, они тоже идут, тоже требуют времени. Там пустынные переходы, Месопотамия. И оттуда они двигались. И они очень возрадовались, когда увидели звезду над тем местом. То есть они увидели знамение. Они возрадовались радостью очень великой, написано. В Матфея, говорится, во второй главе. И мы видим в конце, что они нашли. И они пришли, они поклонились. Рождество – это радость. Рождество – это, конечно, мир. Рождество – это поклонение, о чем мы слышали в пятницу. Это поклонение Богу. Они поклонились. То есть Бог ищет от нас поклонение в духе и в истине. И это самый лучший подарок Богу – это поклониться, отдать Ему свое сердце. И Рождество – это найти Иисуса, найти Иисуса Христа, найти в своей жизни, найти в своем сердце. И мы видим, что мудрецы нашли, пастухи нашли. Теперь те, кого Духом Святым Бог вел и направлял в храме, это был Симеон и Анна, то есть пророческие люди, люди, имеющие пророческое видение от Бога, они тоже нашли. Они увидели этого младенца среди всех других. Они сказали, вот этот является свет к просвещению язычников. То есть языческие народы, в том числе наши народы, и скифы, и варвары, варварские народы, и греки, елены, все народы, они получили свет через вот этого младенца. И сегодня Господь просвещает всякую тьму. Он, кто находит Господа, находит свет жизни, находит себя. Поэтому мое желание, чтобы сегодня средоточить наше внимание на Христе, на поиске Господа. И, конечно, детки ожидают подарки, конечно, им это интересно. Кто-то ожидает хороший вечер, вечер с друзьями в церкви, дома. Но самое большое ожидание Рождества – это ожидание Иисуса, это ожидание Его. И поэтому в Рождестве есть поиск Бога. Правильное Рождество – это найти Господа. И мы иногда хотим найти Его в красивых открытках. Мы ищем открытки на тему Рождества. Их не так много сегодня в интернете. Откроешь как-то Рождество, и там по поиску открываются елочки, подарки, веточки, Дед Мороз, Санта Клаус и так далее. И иногда появляются какие-то христианские символики. Это что-то немножко говорит о Рождестве, и мы рады, что можем иногда найти это. Но найти Христа лично, найтись в Нем – это была цель апостола Павла. Найти для себя живую воду, найти для себя источник во Христе. Вот это подлинный смысл Рождества. И Бог зовет нас к себе. И вот мне хочется сказать о поиске Господа сегодня. И Дух Святой проговорил Псалом в моем сердце сегодня. 62-й Псалом со 2-го стиха. Здесь написано так. «Боже, Ты Бог мой». И когда это проговорилось в моем сердце, я почувствовал нечто большее в этих словах, чем раньше это для меня звучало. Псалом 62, стих 2. «Боже, Ты Бог мой». И мне сразу вспомнились слова, которые Господь сказал, «Я буду их Богом». «Я буду их Богом, и они будут моим народом». «Ты Бог мой». Представьте эти слова, что это лично к Тебя касается. Иисус, Ты мой Спаситель. Иисус, Ты мой. Библия говорит, кто исповедует Иисуса своим Господом, то, что с Ним будет, Он спасется. Когда Ты Бога называешь Своим, Ты говоришь, «Это мой. Мой Господь. Мой Иисус». Ты принимаешь Его как своего Господа. Это значит управителя Твоей жизни. Ты говоришь, «Господь, Ты так хочешь? Хорошо. Господь, Ты не хочешь, чтобы я это делал? Хорошо. Ты не хочешь, чтобы я так говорил? Хорошо. Ты не хочешь, чтобы я обижался? Хорошо. Это значит, Иисус есть Твой Господь. Господь, Ты не хочешь, чтобы я сидел вот здесь или был там? Хорошо. Ты хочешь, чтобы я шел за Тобою? Ты мой Господь. Что скажешь, я буду делать? Это Твой Господь. И когда мы говорим, Иисус мой Господь, мы лично воспринимаем Его как своего Спасителя. Кто спасает меня от грехов, кто является моим Господином, то мы спасаемся. Какой результат? Какой результат? Поэтому теперь человек говорит, привычки – это не мой Господь, мой Господь Иисус. Деньги – не мой Господь, то есть не мой Господин. Иисус есть мой Господин. И вот кто лично воспринимает Бога, он спасается Богом. Он как будто бы лично берет спасательный круг. Он берет спасательный жилет лично. И это ценно. И Иисус Христос – надежный спасательный жилет. Знаете, есть спасательные жилеты, которые держат человека на воде, но не удерживают его от того, чтобы он захлебнулся. Но есть спасательные жилеты, которые, как бы, пояс, который надувается, который держит его голову над водой. Он более надежный. И тогда человек или ребенок, где бы он ни был, если он даже кажется в воде, он всегда будет, его голова будет в таком положении, то есть надувается. Такой особенный, такой спасательный пояс. Но я говорю, Христос – это надежный. Когда ты в нем, в этом спасательном жилете или спасательном круге, ты всегда будешь над водой. Ты никогда не будешь потоплен водой. Воды не дойдут до души твоей. Ты никогда не захлебнешься этой водой. Ты всегда будешь спасен. И тебя найдет Господь, потому что Он твой Господь. Он твой спасательный круг. Он твой, твое спасение. И поэтому нам нужно найти это. И вот кто нашел Христа, он нашел спасение. Кто нашел Христа, он нашел жизнь. Это наш оплот. Это надежный оплот. То есть это уверенность, основание. И псалмопевец говорит, Боже, Ты Бог мой. И дальше Он говорит, Тебя от ранней зари ищу я. И вот здесь говорится, в тот поиск, который был в сердце, может быть, этих волхвов. Они искали его, и они останавливались на ночлег. И с ранней зари, знаете, они потом опять шли. Они же видели звезду там ночью. И они потом шли в этом направлении. Себе направление измеряли. То есть они определяли себе маршрут. И ночью опять они там по звездам наблюдали. И опять шли. И вот с раннего утра, то есть имея любую возможность, как только просыпаюсь, я ищу Тебя. Потеме Тебя жаждет душа моя. Я думаю, нет большего поиска Бога, чем жажда по Богу. Жажда – это смертельное желание пить. Смертельное желание пить. Жажда. Иисус закричал на кресте «Жажда!» То есть я хочу пить. Потому что Он действительно хотел. Никто не дал Ему воды в доме первосвященника, когда Его избивали. Его схватили ночью. Может быть, последний раз Он пил это на… Когда они вкусили эту чашу Господню. То есть это чаша Завета, кровь Завета. И Он говорит, я не буду больше пить от плода сего виноградного, когда они были с учениками. И вот здесь наутро Он был схвачен, ночью был схвачен. Потому что Он ночевал. И Он ничего не пил. И утром во дворе первосвященника Он ничего не пил. И потом повели Его в Синедрион. И там Он жаждал. И Его били. Ему было очень больно. Его тело… Знаете, Он мучился в агониях. Ведь через Него пот в виде капель крови выходил. То есть влага. Он был буквально изможден. Иссушен этим. И Он на кресте закричал «Жажду!» То есть хочу пить. Я имею жажду. И вот здесь говорится, что «Господи, Тебя от ранней зари ищу я по Тебе». Простите. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Томиться – это, знаете, томление. Это такое ожидание. Это не нервозность. Это не обиды или гнев. Это томление. Это тоска по Богу. Утомление по Богу. И когда Он придет, когда Он наполнит меня. «В земле пустой и сохшей безводной, потому что Давид был в Иудейской в пустыне, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, чем жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои». Это один из путей благословения Бога – возносить Ему руки. И написано, «Так благословлю Тебя в жизни. Во имя Твое вознесу руки мои. И как туком, то есть тучной едой, мясом, и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей». Итак, Давид, лёжа на постели своей, вспоминал о Господе, и когда он думал о Нём, и когда жаждал Его с ранней зари, искал Его, тогда вдруг, и он поднимал руки свои, и тогда вдруг тучностью, как будто бы тучной пищей, мясной пищей, потому что тук – это тучность, значит, жирное такое, или такое тучное мясо. Это было… Господу всегда возносилось. Тучность возносилась в жертву. То есть самое лучшее. И это сжигалось перед Господом. И Господь здесь, Он говорит, как туком и елеем, маслом, елеем, насыщаются душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе в ночные стражи. Здесь говорится о таком поиске Бога. Вот это пример поиска Бога. Теперь, что даёт нам поиск Бога? Во-первых, когда мы ищем Бога, то мы находим Его. Меня ободрило слово, которое написано во 2 Паралипоменон на неделе. 2 Паралипоменон, 15 глава, там, где говорится слово от Бога Духом Святым через пророка, который говорит царю Асе и говорит всему народу Божьему. Он говорит следующее. «Если будете искать Его, то вы найдёте, Он будет найден вами». Это обетование, то есть утверждение. «Если будете искать Его, если ты и я, если каждый подросток, молодой человек, девушка, юноша будет искать Его, Бог говорит, Он будет найден вами». Это серьёзно. И я принял это очень серьёзно, когда читал на неделе. И мне пришло слово из Матфея 7.7. «Ищите и найдёте». Есть обещание Бога. «Если ты и я будем искать Бога вот так, как написано в Писании, мы найдём Его». Мы найдём Его в следующем году. Может быть, найдём уже в этом году уходящем. Мы найдём очень близко присутствие Бога, если мы ищем Его от ранней зари. И что сделал этот царь? Именно царь Аса, его судьба и судьба народа Израиля во время его царствования была связана с тем, что они взыскали Бога, и как результаты этого они получили покой, и причём покой со всех сторон. Они получили тот шалом, о котором писалось в псалмах «Просите мира Иерусалиму». Они получили тот шалом, о котором сегодня мечтает Израиль. Они получили тот шалом, который Иисус сказал, «Идите в каждый дом и говорите шалом вам», то есть мир. И вы, дети мира. И если там люди мира, они получат мир. Если они не являются люди мира, то есть люди конфликта, ссоры, проблем, этот мир всё равно к вам вернётся. Вы уйдёте в мире. И этот шалом, этот мир возвещали ангелы. Они сказали, что «Ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак, вы найдёте младенца. И внезапно явилось, помните, внезапно Дух Святой сошёл на церковь, день Пятидесятницы. Здесь внезапно явилось с ангелом многочисленное войско небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу на земле мир. Покой. Вот что нужно сегодня каждой душе. Покой. Вот в чём нуждается Лена больше, чем что-то другое. Покой. Вот в чём нуждается каждая сестра и брат. Вот в чём нуждается Владимир и ты. Этот покой, который превыше всякого ума. И я обнаружил, когда приходит финансовое благословение, оно не приносит такого покоя, как приносит присутствие Господа. Когда приходит какая-то вещь, какое-то обещание, это не приносит такого покоя. Я могу это точно утверждать. За те годы, которые Господь вёл меня, я могу сказать, что есть разница. Поэтому совершенный покой приходит во Христе. Если бы покой был обеспечен нам от материальной жизни, от семейного благосостояния, от чего-то другого, мы бы не ходили бы в церковь. Нам всего было бы достаточно, мы были бы спокойны. Но люди ищут Бога, будучи богатыми. Бедные также ищут Его. Больные и здоровые ищут Бога. Они ищут Бога не потому, что они больные, но потому, что они хотят найти покой душам вашим. Господь говорит, вы найдёте покой душам вашим. И вот что сделал Аса? Он, когда воцарился, он повелел им искать Бога. Он отверг жертвенника богов чужих. Знаете, с чем связано искание Бога? Оно связано, неразрывно связано, с отказом или отречением от чего-то другого, что мешает нам найти Бога. Мы должны это помнить, хотя нам не всегда бы это хотелось. Но Павел говорит, чтобы найтись, найти Его, я от всего, что отказался. И вот здесь есть жертва. Есть то, что мы должны пожертвовать, чтобы найти лучшее. Помните того искателя драгоценных жемчужин. У него они были. Он нашёл их. Он купил их. У него было довольно большое богатство. Но затем он увидел жемчужину, которая превышала красотою, величиной всё, что он имел. И, возможно, не задумываясь, он собрал всё. Он всё другое, все другие жемчужины, всё имущество он продал. И он променял на это сокровище Царства Божьего. Христос говорит, что Царство Божие подобно искателю дорогих жемчужин. Который, когда нашёл жемчужину, он продал всё. Бог ставит тебя перед выбором. Он говорит, я отдам тебе всё. Но что ты готов отдать мне? Я хочу, чтобы ты отдал мне вот это. И за этой дверью, когда ты её откроешь, ты найдёшь больше. Я хочу, Бог говорит, чтобы ты отдал часть своей пищи бедным. И когда ты это сделаешь, для тебя открывается дверь благословения. Субтитры liberали. Субтитры создавал DimaTorzok